И всем привет, ребят! С вами Астрованька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очень интересной теме, о которой я уже на протяжении долгого периода времени вместе с вами не говорил. Сегодня мы поговорим по киберспортивным событиям, поговорим про ситуацию, наверное, ну не самую приятную, которая у нас произошла по исходу прошлого года. Многие уже, возможно, в курсе, знают побольше всякой интересной информации, но в любом случае особо ничего я по этому поводу не высказывал, и поэтому спешу вам сообщить определенные новости, рассказать про то, что случилось у нас с командой, ведь, возможно, если вы заходили на сайт, вы видели, что в команде TeamPointers у нас нету сейчас игроков, да, то есть там висит мой основной аккаунт и основной аккаунт Стаса, и больше игроков нету уже сегодняшнего дня. У нас стартует первая квалификация к новому, о, весеннему говорю, летнему, мажору 2023 года. Что же случилось с командой? И почему все оказались в других составах? Сегодня я постараюсь рассказать, ну и выскажу свою точку зрения. Возможно, ну для вас это будет какая-то там шок-новость, да, то есть вы хотели бы видеть, да, команду дальше, и вам нравилось следить, но, как говорится, орально или поздно, когда наступают такие самые, ну, неприятные времена, ну, бывают такие всякие интересные ситуации, да. Прошлый год для нашей команды в целом был, ну, наверное, такой неоднозначный, понятное дело, что до этого мы выиграли с командой чемпион, да, и после чего заняли второе место на летнем мажоре, ну, а на зимнем по итогу вообще заняли пятое-восьмое место, и я считаю, что это был абсолютный провал с точки зрения именно занятого места, да, и вообще в целом всего турнира, так как ожидания и цели были совсем другие, ну, и понятное дело, что когда ты выигрываешь большое количество турниров, а потом занимаешь пятое-восьмое место, то ты, ну, никак не будешь рад этому результату, да. В целом, я лично, наверное, вторую часть сезона хотел уделять больше внимания контенту, да, я говорил это много раз, то, что для меня лично, ну, сама, наверное, мотивация и интерес игры в турнирах уже потихонечку угасает, да, и я, ну, больше концентрирую свое внимание именно на контенте, на ютубе и на том, чтобы как бы развиваться как можно больше в этом плане, да, все-таки в моем случае у меня нету супер большого количества времени, да, и на тот период у меня было его еще меньше, и уделять внимание, быть лидером команды, быть вовлеченным во все это, плюс еще развиваться по ютубу и по всей своей жизни в целом, да, это было крайне-крайне сложно, поэтому я вообще думал, что я буду, наверное, на замене, да, на именно зимнем мажоре, но по итогу случились неприятные, непредвиденные обстоятельства, да, и по итогу получились очередные провальные трансферы для команды, да, я вообще в целом скажу, что, наверное, ну, можно сказать, весь, весь прошлый сезон, да, если учитывать весь год, ну, не было ни разу идеальных трансферов и идеальной именно трансферной политики с точки зрения команды и с точки зрения того, что у нас в целом получилось, да, ну, по крайней мере, я, наверное, ни разу не был на 100% рад тому, что у нас было, но, как говорится, это опыт, это опыт, и такие ситуации бывают, что касаемо команды в целом, сейчас в команде, как я уже сказал, никого не осталось, то есть у нас возможно, это пауза, возможно, это пауза, да, возможно, команда TeamPointers вернется в новых обновленных составах, я бы лично, конечно же, если бы и возвращал все это дело, то, конечно же, конечно же, конечно же, хотел бы в первую очередь видеть Михаила, да, так как все-таки это, ну, наверное, тот человек, с которым мы изначально все это дело собирали, да, ну, и в целом, ну, наверное, костяк наш дефолтный старый добрый был, ну, на протяжении долгого периода времени, посмотрим, что сейчас будет у нас дальше, я сейчас еще немножечко пробегусь по тому, кто из ребят в каких командах оказался, да, потому что я думаю, что многим будет тоже интересно, ну, может, кто-то не знает, может, кто-то не особо сильно следит, но будет интересно посмотреть, в каких командах кто из нашего бывшего состава теперь играет, потому что так получилось, что, ну, получается, практически все игроки играют не в одного в новых коллективах, да, за исключением Сотникова Вани, который он пришел на последний мейджор зимний, да, то есть он как бы вернул свой старый коллектив дриммерсов, ну и то как бы до этого с нами тоже играла в команде Диана, поэтому тоже как бы там два игрока, которые были в бывшем составе Team Pointers, поэтому давайте пройдемся, из новых коллективов у нас появились дриллерсы, да, это, ну, можно сказать, старые дефолтные реднотисы, только без одного игрока, в этом коллективе будет отыгрывать в новом сезоне Сэм и Миша, посмотрим, что из этого всего получится, Миша, как я понял, будет с точки зрения именно запасного игрока, и он больше как бы уделяет внимание именно Ютубу, развитию всему этому делу, да, то есть понятное дело, что он в этом заинтересован больше на сегодняшний момент времени, но я думаю, что если необходимость будет, он тоже будет себя в этом плане проявлять. Дальше у нас диваны, здесь у нас Вася и Стас, да, Вася Фос это Афродизиак и Тропкилос, ну в принципе именно с этим никнеймом я думаю, что многие этого игрока именно Стаса знают, да, тоже будет интересно посмотреть новый коллектив, при том, что здесь собран довольно неплохой стак, поэтому будет тоже интересно посмотреть, что из этого всего дела получится у ребят. я с Мазаном, я с своего мульта аккаунта и Мазан оказались в токсиках, да, с этими ребятами я уже на протяжении долгого периода времени знаком, общаюсь, ну и в принципе ребята меня тоже давно знают. Сразу скажу, что есть большая вероятность то, что я не буду принимать участие в основных встречах, да, то есть я буду именно с точки зрения замены, так как в целом, ну, я бы не сказал, что я на 100% претендую, да, на место в основе. Если это потребуется, я, конечно, рад сыграть, я, конечно, рад в это все дело включиться и внести свой вклад в команду, но как и Миша на сегодняшний момент времени, как и прошлый весь сезон, я все-таки пытаюсь концентрировать свое внимание именно на Ютубе и на развитии канала в целом, да, но там уже, как говорится, как будет, так будет. В целом, состав сильный, да, и дальше уже все зависит от того, как будут получаться результаты, ну, и дальше уже будем видеть всю ситуацию и картину в целом, да, ну, и последний, как я уже сказал ранее, состав Dreamers, а именно Сотников Ваня и Диана оказались именно тут и в очередной раз Сотников Ваня уже с более молодыми игроками будет пробовать тоже показывать новые результаты. Поэтому, что я вам могу сказать, да, уверен, что многие там в Тильте там негодуют, блин, я болел там за команду, а команды больше нету, как я уже сказал, да, если все будет хорошо, если вдруг, как говорится, ситуация такая подвернется, то, быть может, это еще, как говорится, не последнее слово, все реально, все реально может еще когда-то вернуться, но пока ситуация как есть, так есть, команда TeamPointers нету, нету, но, возможно, это новая страница, да, и через время после окончания, например, первого турнира, после окончания там второго турнира, будут какие-то другие интересные новости, с которыми я к вам уже выйду в свет, но на сегодняшний день это, наверное, все, что я вам хотел сказать с точки зрения киберспорта, открывается какая-то новая глава, новая интересная вещь, и возможно то, чем я еще не сталкивался, а столкнусь в новом сезоне, по крайней мере в рамках первого РМР турнира, таких, если я не ошибаюсь, в летнем сезоне будет целых даже три, то есть, если у нас в прошлом году было по два таких турнира, в этом году их будет целых три, поэтому будем следить, будем смотреть, пишите, что вы думаете по всему этому поводу, поддерживайте данный видос лайком, если ждете возвращения, да, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики, ну и, конечно же, не забывайте про мой личный тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунтике, мой несменный тег, все той же замечательной и моей любимой командой TeamBoinders, MP, устанавливать его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов, пока что от команды, как говорится, остался только тег. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. пока.